Международная правозащитная организация призывает власти Центрально-Африканской Республики сотрудничать с посольством России Миссион. Это нужно для скорейшего расследования убийства трёх человек, у которых из документов были только удостоверения российских журналистов. К этому часу подтвердилось, что в Центрально-Африканской Республике погибли трое граждан России. Формагентство называют имена. Это журналист Архан Джималь, режиссёр Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко. В Африке они снимали документальный проект о работе частных военных компаний. Предполагается, что журналисты стали жертвами нападения вооружённых грабителей. У двух погибших найдены просроченные пресс-карты известий. Гибель россиян с документами журналистов предварительно подтвердила российский МИД. Дела уже доставили в столицу Африканского государства. Там дипломаты проводят процедуру опознания. Мы говорим о языке, анализируем закон о косвозаке, анализируем, что ли приравнивать обратной язык государственным, какой в таком списке носить, как там переводить учебники и лицензировать ли эти учебники. В то время, когда совершенно очевидно, что этот закон, который собираются обсуждать, является элементом большей проблемы. И у нас много свидетельств, что эта проблема больше. На самом деле, обратите внимание, этот закон появился уже вскоре после того, как был отказ от подписания управления союзного договора. Последний раз с ним виделся этим летом, в Рамадан, в июне месяце. Мы были в одном мероприятии, посвященном ифтару, одной из общественных и натарских организаций. И очень интересно, многие татары говорили на татарском языке, Архан сидел рядом со мной, я ему некоторые слова, хотя азербайджанский татарский язык похож, тюркстский язык, но есть все-таки какие-то различия, я ему некоторые слова переводил. Было очень интересно, так как в этот момент была как раз такая общественная дискуссия по поводу татарского языка, потому что хотели принять закон о том, чтобы татарский язык в Татарстане обязательно перешел в факультативное. И Архан на этом мероприятии очень... Мне всегда нравилось Архан, он смотрел вглубь проблемы, он видел вглубь проблемы, он смотрел туда, и не какие-то такие поверхностные вопросы, ответы у него были, а у него всегда решения были такие, как бы кардинальные. И мне очень понравились его тогда слова, хотя как бы и аудитория такая татарская была, да, скажем так, не его, но он очень хорошо говорил, самое главное, ему дали последнему слово, и он очень хорошо поставил точку во всей этой дискуссии. Ас-саляму алейкум, ва рахматуллах, ва баракатаху, мир вам, дорогие друзья. Сегодня мы собрались для того, чтобы почтить память нашего друга Архану Джамаля, который безлименно от нас ушел, мир и ночь. Он был хорошим человеком, правдивым, честным, открытым для всех. Он переживал за всех, за нас, он был настоящим патриотом нашей страны, потому что патриот не тот, который, значит, хлопает в ладоши и восхваление своей произносит, а патриот тот, кто борется за то, чтобы жизнь в нашей стране стала бы еще лучше и более справедливой. Архан был глубокий мыслитель, он очень глубоко все это воспринимал. Вот мы, татарский народ, татары Москвы, помним его выступление на круговом столе и на Евтаре, когда он с большой заботой говорил о сохранении родных языков народов России. Что значит для нас татарский язык политический вопрос? Вот смотрите, сегодня прозвучал совершенно правильный резон. То есть, отлично, на вот это дело идут деньги для изучения татарского языка, идут деньги, закладываются в бюджете, а поскольку вы им не пользуетесь, то что мы вам будем эти деньги давать? А поскольку это вопрос политический, не вам решать. Это Татарстан, национальная республика. И не вам решать. Это не дотационная республика. Это наши деньги. И мы решим, куда их тратить. На какие-то другие блага? Или на обязательное изучение татарского языка? Это наша тема. Что? Не хотите учить? Не надо. Но поскольку это национальная республика, почему здесь нет закона? Что любой чиновник обязан владеть двумя государственными языками. Обоими государственными языками. Я не могу сказать, что это не так. Смысл барный, да? У него подход к нашему сохранению татарского языка был очень нестандартный, наверное, такой неординарный, такой был предметный. Ну, конечно, он был очень интеллектуальный, очень начитан, очень смелый, да? И сама постановка вопроса, вот она даже для нас, для татар, он же к нам обращался по татарскому языку. И то она для нас была, конечно, какой неординарной. Вот, я очень рекомендую всем посмотреть. Ну, здесь долго говорить наше соболезнование. Значит, были большие планы, конечно, с ним связаны у нас, и перед молодежью выступить, вот это его отношение. И, к сожалению, все, все мы в руках Аллаха. Нам еще раз всем здесь, наверное, задуматься о жизни, в которой живем мы здесь, и о той жизни, которая у нас впереди, да, о второй жизни. Вот, поэтому, значит, наше соболезнование и жюри Тухраклара Женихолсон и Аллах Агаля Кабулитин. Я хочу начать с праз великого незаметничьим наследником Орхан является. Он, на самом деле, исходя из праз великого поэта, который вилтворил в XII веке, Каждый год отмечается казарщина Юнецка, прославляет классическую литературу, является коллубиром мировой классической литературы. Что он сказал в веке поэта? Вечной славы достоин лишь только тот, Кто хочет людям добра И ценит правду Выше серебра. Солнце на покой садится за гранью воду, Но вода волною до солнца не заплетелась. Солнце бережет землю от всякой беды, А я отражаю солнце зеркалом воды. Орхан именно был таким наследником, Что он отражал солнце зеркалом воды. Он не любил лицемерия. Он был смелым, отважным воином. Он был отважным воином защиты справедливости. Почему он погиб? Он поехал туда, куда многие не осмелились бы. Но такие люди не умирают. Сегодня его физически нет среди нас. Но мы живем с ним, значит он не умер. После физической смерти Духовный рост таких людей продолжается. Он проникает в каждую душу, Потому что он излагал души людей. Как я счастлив, Когда сквозь мои глаза И моей лицевой плоти Открывается пространство честности, Порядочности, любви. Именно Орхан олицетворял любовь, Которую сотворен весь мир. Он в нашей многонациональной России, В этой среде разных народов и культур Для чеченца был чеченцем, Для татарина татарином. То есть о масштабе его личности Можно говорить долго. К сожалению, К сожалению, Его среди нас нет. О нем непривычно говорить В прошедшем времени. Но как бы там ни было, Мы должны принимать факт Таким, какой он есть. Но я думаю, что то наследие, И это не какие-то громкие слова, Которые обычно говорят Про каких-то там писателей, Выдающихся политических деятелей. То наследие, которое нам оставил Орхан, Это человеколюбие, Это гуманизм, Это борьба за справедливость, Это умение, Профессиональное умение И желание Истинно и искренне Помочь всем Говорить правду. Вы знаете, Он работал во многих местах И по долгу профессии. Он мог бы быть Таким Каким-то пропагандистом И так далее. Но при всем при этом Он остался настоящим журналистом, Настоящим патриотом. И он нам преподал Урок того, Как Нужно говорить правду. На каком уровне, Как это сделать, Как найти путь К сердцам людей, К разуму людей. Это действительно Выдающаяся личность, Которая Останется в нашей памяти Навсегда. Орхан был Моим другом, Не только моим, Но Присутствующих здесь людей. Человек, который Не оставлял никого равнодушным. Был очень честный, Открытый, Смелый, Умный. И был одним из лидеров Мусульман, Тюрок. В последнее время Он активно выступал В поддержке татар, Татарского языка. Но он всегда был там, Где притесняют, Там, где Требуется помощь. Архан всегда был Впереди. У него было Большое сердце. И он Никогда Не отказывался От того, Чтобы Кому-то помочь, Посодействовать И так далее. Это моего Уход. Большая потеря. Мусульмане Не только России, Других стран Скорбят. Переживают И считают, Что это Большая утрата Для всех нас. С одной стороны Такой Печальный момент. С другой стороны Такие моменты Каждому из нас Наверное Дают Возможность Задуматься О том, Что происходит В нашей среде В нашей Мусульманской Среде Наверное Скорее всего Я скажу. И почему Вот такие потери Вот как Архан Или Гайдар Джамаль И другие Тоже братья Которые Покинули Эту землю Они Оставляют Наверное Большое Сожаление Чем Смерть Десятков Может быть Даже сотен Людей Потому что Я говорю Вот о том Что Вот наша Умма О которой Мы говорим Мусульманская Умма Джама И прочее 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 Почему Она сегодня Находится В таком Плачевном Я бы сказал Состоянии Реально Она в плачевном Состоянии Находится Будь Она В рамках Российской Федерации Или Даже В мировом Масштабе Вот пророк Мухаммад Алейх Салату Ассалям Говорил Некоторые Думают Что это Физическая Только сила То есть Пророк Говорил Сильный Мусульманин Он Любимый И ближе Для Аллах Субхан Ата Аля Тем Слабый Мусульманин Некоторые Думают Что это Нужно Быть Дагестанцем С такой Мускулами И он Ближе К Аллаху Любимый Нет Пророк Мухаммад Алейх Салату Ассалям Я думаю И уверен В этом Он Имел Ввиду И это Ну и Другое Тоже Вот Наша Умма На сегодняшний День Не имеет Таких Сильных Людей Или Имеет Их Настолько Мало Как Арханг Джамаль И поэтому Она Слаба Да Среди Нас Есть Люди Которые Прочитали Очень Много Вник Об Ислами Прочитали Может Быть Даже Есть Люди Которые Выучили Наизусть Коран Есть люди Которые Очень Шустро Могут Дубой Вопрос Объяснить По-фитку И по-другому Но Среди Нас Клянусь Аллахом Я думаю Что все Со мной Согласятся Нет Исламских Журналистов Да просто Мусульман Журналистов Которые Освещали Общие Темы И мусульманские Темы Одновременно Как Был Арханг Среди Нас Нет Таких Видных Которые Сочетались Вера Ислам И знания В области Той же Медицины В области Политики В области Образования Ну Реально же Это Я же не Преувеличиваю Наверное И поэтому Сегодня Вот уход Арханг Джамаля Для нас Огромная Потеря Огромная Потеря И то что Таких людей Очень мало И их Практически Можно сказать Можно Пересчитать По пальцам Дает Возможность Вот этим Невеждам Уводить Нашу молодежь Мусульманскую Молодежь Искреннюю Молодежь Любящих Аллаха Его Посланника Но Остаешься Невеждами В вопросах Общей Жизни Уводить В разные Группировки И сгорать Смерть Вот этих Воин Которые Мусульманам Никакой Бользы Не приносят Наоборот Они Дискредитируют Ислам Поэтому Вот эта Потеря Она Вот с точки Зрения Если взять Шире Да С точки Зрения Потери Нашей Уммы Она Огромна Огромна Потому И еще раз Повторю Потому что Таких Людей Практически Нет Практически Нет И поэтому Я уверен И считаю Что действительно Его мы можем Назвать Вот как Гаяр сказал Шахидом Можем назвать Потому что Он действительно Сочетал в себе И Как исламский Журналист Как Мусульманин Хороший Сильный Мусульманин И в вопросах Политики Он разбирался И в других Вопросах Он был Компетентен Он сочетал в себе Те Качества Которыми Наверное Должен Обладать Каждый Из нас И мы До этого Конечно же Не дотягиваем И вот здесь Наша главная Слабость И здесь Наша Кстати Вот Перед Кафе И перед тем Как сюда Зайти Мы тоже Об этой проблеме Говорили Об этой проблеме Мы всегда говорим Но теряем Таких людей И поэтому Действительно Он шахист Он шахист Потому что Он Был на пути Аллаха Он служил Его религии Служил народу Служил людям Он был Компетентен В очень широком Спектре Различных Вопросов И о нем Действительно Можно сказать Вот Кораните И не говорите Воистину Не считайте Тех людей Которые погибли И были убиты Или погибли На пути Аллаха То есть Служа религии Аллаха Служа народу Служа Тем целям И заветам Которые оставил Наш пророк Мухаммад Даже если Я не покидаю Эту землю Я ему Сыну Его говорю Не считайте Что он Мертв Нет Они живыми Остаются И в наших сердцах И в продолжении Своего рода Они остаются Живыми В тех мыслях Они получают У своего Аллаха Удел Они получают У Аллаха Свой благородный Удел И многие из нас Может быть Даже Не достигнем Такого счастья Получать удел У Аллаха За свои дела Которые мы Делаем В этом мире Пусть Аллах Субтитры Упокоит Его душу Пусть Аллах Субтитры Простит Ему И нам Всем Наши грехи У нас У тюрков У тюрков У тюркских народов В частности И у татар Мужчин настоящих Всегда Назвали Ир Ат С конем На скаку Сравнивали Мужчинам Они борются Они борются Они помогают Они Ощущают Нашу жизнь И Арханг Тоже Мне кажется Ушел от нас На скаку Арханг Мне почему-то Больше Запомнился Как-то Общетюркским Человеком Вот Тут Кто-то и говорил Что он и на татарском Говорил И на другом На другом Он боль Любого Своего Соплеменника Через свое Сердце Переносил И Сразу же Входил В душу Этого Своего Собеседника И Делал Все Чтобы было Этому человеку Этому народу Этой стране Полегче Мне кажется Вот и эта Последняя поездка Все Мы не знаем Никто из нас Не знает Все Что Творилось И что Произошло Но тем не менее Арханг Выполняя Свой Человеческий Долг На скаку Ушел от нас Пусть Урнежен Наттэвусан Мы не имеем Права забывать Таких людей И не надо Говорить Что у нас Среди нас Нет таких Народ Родивший Архана И Гейдара Не перестанет Рожать Настоящих Патриотов Они будут Они Среди нас Они В грядущих Поколениях Я думаю Тюркский мир Пережил Очень много Катаклизмов Очень много Разводов Расколов Но тем не менее Народ Продолжает Жить И не надо Приведняться Что у нас Двадцать Только миллионов Ну вот Скажем Я По своему Народу Знаю Триста лет Тому назад Четыреста лет При взятии Казани Татар Было Шесть Миллионов До сих пор Шесть Миллионов Пишут Кои-где Людей А как Начнешь Изучать Тургенев Из-Татар Куприн Из-Татар Толстой Из-Татар Ну по сути дела Я вот Работаю В газете Недавно Мне Руслан Семенович Гринбергом Пришлось Встретиться Академию РАН Член Академии РАН Институт Экономики Возглавлял До сих пор Как-то Разговаривали Говорят Ренат Ведь у нас У евреев Национализ Определяется По матери Так что У меня Мать Татарка Говорит У меня У нас У евреев А вот Мы Иногда Забываем Мы Тюрки Очень Интернациональны Через Чур Интернациональны И мы Очень Прежде всего Не о себе Думаем А думаем О государстве О соседе О своих Товарищах Но это Извиняюсь Уход Орхана Был Особенно Тяжелым Потому что Есть Угейдара Но есть Бог Говорят Ну Болезнь Взял Отдал Отнял Но Смерть Урхана Это Была Такая Боль Человек Который Понятно Его биография Завил Эти факты Он Был Героическим Человеком Военным Корреспондентом Который Сделал Смыслом Жизни Рассказать Правду О том Который Не всякий А смелится Лезть туда Потому что Это было Опасно В первую очередь Для жизни Но Орхан был Неотъемлемой частью Нашего Азербайджанского Общества Поверьте Дорогие Братья Уважаемые Сестры Мы собрались По очень печальному Поводу И по печальному Поводу Вдвойне Когда мы Теряем Любого Из нас Это для нас Очень большая Потеря А когда Мы теряем Такую Личность Каким Был Вархан Жамаль Эта потеря Возрастает Вдвойне Сотни раз Но Нет Об этом Было Очень хорошо Сказано Здесь Нет ни одного Личнего Человека И каждый Из вас Мог бы Высказать Свои чувства Своё понимание Личности Жизни Борьбы Борхана Джамаля И не было бы Сказано Ни одного Личнего Слова Вот Наш уважаемый Хазрат Очень проникновенно Сказал По этому Поводу Он не был Просто Журналистом Он не был Просто Человеком Он Для нас Тюркских народов Мусульманских народов Являлся воплощением Современной жизни Воина Каким должен быть Воин В гражданском обличии В 21 веке В той социальной Национальной Среде Сложнейшего 21 века В которую мы С вами Помещены Отец и сын Гейдар Джамаль Орхан Джамаль Были Безусловно Людьми Необыкновенными В нашей стране И они были Хорошо известны Я лично К сожалению Только эпизодически Встречался И с отцом И с ним Можно сказать Мы не успели Встретиться По-настоящему И Потеря в таком Раннем возрасте Орхана Джамаль Это потеря Преждевременная Это потеря Таких людей Таких личностей Которых мы с вами Обязаны Не терять Чтобы потом Не произносить Этих слов Поэтому Дело Которому Отдавал Всю свою Жизнь Все свои Помысли Орхан Джамаль Должно Нас побуждать Смотреть Вперед С открытыми глазами С поднятой головой И Вместо одного Орхана Должны стать Сто Тысячи Таких людей Нас очень много Нас очень много Турков Мусульмане Я не хочу Не преувеличивать Не преувеличивать Более Двадцати миллионов Российской Федерации Я не буду говорить За пределами Российской Федерации Вы сами знаете Нас много И в то же время Нас очень мало Потому что Нам Нужны личности Личности С несгибаемой Волей Беззаветной Душой Нам нужны Бессребренники Люди Которые Жертвуют Собою Орхан Джемаль Не тлел Он Пылал И какими Были Вот люди Скажем Прошлого Начало Двадцатого Века Эти люди Ведь тоже Любили жизнь Но не Жертвовали Собой И в современных Условиях Вот жизнь Орхана Джемали Это жизнь Воина Каким Я представляю Себе Наших Предков Во все Века Какими Были Татары Тюрки И даже Нитюркские Народы Уграфинские Народы Кавказские Народы Славянские Народы То есть Все С кем Мы с вами Живем На просторах Нашего Великого Континента И будем Жить Орхан Джемаль Отдавал Свою жизнь Для того Что С нами Считались Чтоб Нас Уважали Нас Ценили Поэтому Он Погиб Точнее Может быть Ему Помогли Погибнуть И Оценивая Эту Нашу Потерю Я еще Раз Хочу Сказать Что мы Должны Беречь Другого Должны Беречь Во всех Отношениях Огромное Счастье Погибнуть Именно При Исполнении Служебного Долга Пусть Аллах Всевышний Принял Все его Главные Доля И Нас Высыпал Степень Долга Потому что Такой Бесстрашный Человек Мог Поистине Искренне Бояться Только Один Молад И Не Бояться Нихто Трудностей Жизненных Перепетий Проходясь Горячих Точках И Неса Свою Точку зрения Говоря Бесстрашно Распределился В этом Долга Мы гордимся Мы гордимся Арханом И мы гордимся Не только Арханом Его Корнем Откуда У Архана Был Такой Ну Как Мужество Я думал Детам Мне повезло Что я Был знаком Его дедом Джахидом Джамалом Я молодым Студентом Еще Пакутина НГУ Интересно Познакомиться Познакомиться С ними Он был Проректором Я забыл Это Университета Потом Он стал Заслуженным Художником В России Вот Ну там Потом Мы В нескольких Мероприятиях Образовался Азербайджанский Конгресс Вот А я Как раз потом Я прочитал Об этом Что они Из рода Карабахских Хан А я Как раз Вспомни Вот Джахид Джамалом Когда мы Встретились Вот Как-то он Рассказал мне Что Есть Около Агдама Карабахи Вместо Вместо Захоронения Карабахских Ханов Мало Кто Это Знает Потому Что В советское Время Этому Значение Не Придавали Вот А это Подобно Как В Кремле Это Московский Царь Захоронение Вот Там Около Агдама Карабахи Это Между Шуши И Агдама Там Где-то Было Захоронение Это Называлось Имарат К сожалению Сейчас Этого Имарата Это Захоронение Нет В результате Это Армян Азербайджанский Вот Это Конфликт Разрушено Сейчас Это Под Контролом Армян Это Территория Просто Я Уже Здесь Не Места Просто Вот Конечно Это Очень Волны Люди Это Общетюркское Достояние Это Местное Захоронение Имарат Это Карабахский Хан Начиная С Панах Алихана Это Род Джахила Джамала Джахила Джамала Родился 1928 Умер 2011 В 2011 Год Вот С ним Были Очень Интересно Говорить Вот Как раз От него Я знал Что Они Откуда Из Какого Рода Потом Я видел Этот Ханский Дух У них Его Познакомился Когда я Гейдар Джамал Он В 1947 Год Родился В 2016 Году Он Ушел Из жизни Потом Я Познакомился Орханом Он Он В 1966 Год Ушел Из жизни Не Знаем Короче Говоря Это Для меня Была Целая Эпопея Я Сегодня Рад Что Эпопея Не Закончилась Продолжает Эта Эпопея Наш Мансур Давайте Поможем Мансур Поможем Мансуру Как Смолить Все Я Призываю К этому Да Орхан был Таким Человеком Правда Для него Был Первый Очень Не Невзирая Национальность Человека Вообще Как Великий Сократ Сказал Правда Дороже Для Меня Это Определяет Человеческое Качество Каждое Личность Это Как Личность Аллах Рахмати Ла Сея Продолжает Нормандон Сон И Принесу Своё Соболезнование Семьи Родным Близким Мне Очень Горб Я был Когда Слышал Маленький Мансур Я Когда Расту Буду Как Отец Лейкен Делаем Что Он Так Будет Мы Поможем Спасибо Всем Я вспомнил Что оказывается С Арханом Мы в последний раз Виделись в этом заведении Благословенный Месяц Рамадан Здесь мы с ним общались Вместе Ходили Мусалью Читали Намаз И там Тоже Долго Общались Оказалось Это Последним Общением В июне В июне Это Рамадан Да Это После После Рамадана Значит Это Предпоследний Ну и конечно Очень Молниеносно Прошло время Уже Больше 40 дней С его гибели Это тоже Большая Утрата Естественно То что мы Здесь сидим И то что здесь сидят люди Представители разных Народов Национальностей Да И не только Россиян Но здесь присутствует И Из дальнего зарубежья Это показатель того О величине Этой личности Да Это важный момент Естественно Мне больше Конечно Довелось Взаимодействовать С его отцом И даже Малем Мы познакомились В 87 году И начали Работать И в принципе Работали Над созданием Исламской партии Уграждения СССР А затем Возглавляли Штаб в Москве Вместе с Гайдаджималем Ну и Как я После После этого Я уже Увидел Этого Молодого Архана Вот Увидел У него Такие Качества Его отца Видел Что он Очень тяготеет Вот Эти харизме Вот И все время Ощущалось Что-то такое Гейдаровское Стремление Устремление И так далее И потом Общение Действительно Человек Он Отличался От отца Безусловно Но Есть конечно Один общий Стержень Этот общий Стержень В принципе Остался Оставался До Конца Жизни И Но тем не менее Я хотел бы Здесь отметить О том Что Архангел Конечно Такой Как здесь Говорилось И бессеребрянник С одной стороны Что это Очень важный Показатель К сожалению Очень многие Игнорируют Этот момент И сейчас У нас Материальные Материальные Жизни Она Становится Опасом Для многих О том Что Кто в большем Достатке В большем Положении К сожалению Если вы Обратите внимание Большинство Которые Гонятся За достатком Накапливают Недвижимости И так далее И потом Последние Смерти Из них Родственники Дети Дерутся И становятся Врагами И они Не объединяются Разделяются А Архан Архан Как раз Стал тем Который Именно Объединяет Не только Объединяет Своих Близких Но и Объединяет Разные Народы То есть И поэтому Как раз Это Является Тоже Показателем И наше Здесь Собрание И наше Здесь Присутствие Это Показатель Того О том О значимости Фигура О значимости Фигура Архана И Начало Надеемся И просим Всевышнего Чтобы у нас Было больше Таких Каков-то Мы нуждаемся Общество Ну любое общество Нуждается Таких Бессеребрян Постов За справедливость Возможно Кто-то из нас И я В частности В чем-то Был не согласен В методах Его В резкости Его Но Если Суммировать То Такие люди Нужны Больше В большей Степени И чем больше У нас будет И вот как говорили Нам нужны Сотни Если тысяч Если будут Тысячи Среди нас Таких людей Да То Мы могли бы Очень много Чего изменить Во благо Общества И во благо Омны Я когда был И кладбище И мечети На его Как сказать Да В охранах Я больше Видел Чем азербайджанцев Там Татар Кавказцев Дагестанцев Чеченцев Крымских Татар Так 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 То есть Он не только Был азербайджанцем Великим Он был Значит Был великим Татарем Он был Чеченцем Он был Крымским Татарем Я недавно Даже видел Как он Крымский Татар Защищал Хотя так Резко Тоже нельзя Защищать Будете Так сказать Болитологам Я Что сказать Хочу Сказать Хочу Спасибо Семье Что его Поддерживало Спасибо Что он Был таким Спасибо Ему Мудрум Отцу Который Я Гран От Азербайджанцев Второго Не знаю Чем Идар Жамал Я Помню Что Когда Тридцатый День Когда Провел Мероприятие Ассоциации Мусульман России На Как бы Ифтаре Я его Пригласил На мой Стол Месяц Мы сидели Буквально За месяц Стоит Полтора Месяца Я Здесь Сказать Я Встретил Так Сказать На Заначем Азербайджанскому Столу Ему Очень Приятно Стало Что Я Как Ему Сказать Великодушно Его Встречаю Вниманием И так Далее Наверное Он Что-то Хотел Сказать Я Не знаю Ахмад Свидетель Мы его Перегласили Он Тут же Согласился Что Встретится И отсутствует Что у него Наверное Есть Материальные Сложности Я Еще Восьмого Декабря Протелся Азербайджанцам Что Братья Мои Мы Всех Своих Работных Журналистов Должны Поддержать Как Сказал Роб Грубаров Мечет Вступает Что Наверное Были бы Материально Обеспечены Наш Брат Не поехал Что Он Поехал Туда Я Верное Что Чтобы Сегодняшним Мероприятом Чтобы мы Не забыли Я Встретюсь Органзов Азербайджанский Двенец Что Как-то В будущем Максима Чем-то Помочь Собираться Чем-то Кто Чувствует Уважение Архану В будущем Я думаю Каждый из нас Кто здесь Присутствует Тоже Участвует В этом Конечно Те Братья Которые Живут И всю Свою Жизнь Посвятили Справедливости Защите Прав Учененных Недостойно Великого Уважения Доведет Алас В Хантере Ихлайские Сады Ихлайская Спасибо И вот Я слушаю Уступающих Очень Красивое Уступление На самом Деле И чувствую Что От души Все Идет У меня Вдруг Вопрос В себе Внутри Себе Вопрос Возник На самом Деле Мы Собрались Память Ушедшего Человека Для меня Он как будто Вот сейчас С нами Рядом сидит И он С нами Разговаривает И Чем-то Он Поступает Своебразным Путеводителем На самом Деле Разные Мысли Могли Быть По поводу Поездки Урхана То Что Он был Бесслежник И материальным Смыслом Он был Очень богатым Духшой Человеком И Он Никогда Был там Центральная Фриканская Республика И любое Другое Расскаж Мира Где Проливается Кровь И только Мусульмане Но любого Человека Там можно Было Увидеть Архана Потому что Для него Служение Богу Как раз Проходило Через Именно Эту Служение Людям И Тем Что Он Всегда На стороне Справедливости И Я В этом Смысле Восприимаю Для себя Как Того Героя Жизнь Который Может быть Уроком Для детей Для молодежи Для всех Я благодарю Еще раз Вас Всех Спасибо За то Что Продолжение Я надеюсь Что его Смерть Станет Для нас Всех Напоминанием О том Что мы Должны Жить Жизнь Помня О ее Конечности В общем Это все Я не обладаю Таким политическим Даром Как моя Дочь Так что Я скажу Более Прозаично Сначала Я хочу Благодарить Вас Я Хендей Хочу Благодарить Всех Братьев Суман Которые Помогли Организовать Этот Вечер Спасибо Вам Большое И Хотела Вы Сказать Собственно Говоря О том Что нам Предстоит Теперь После того Как мы Потеряли Архана Мы Понимаем Что В общем Кроме того Что Гревать Наверное Нам Следовало Бы Сделать Что-то За Что Нам Наш Ушедший Близкий Человек Благодарен Благодарен Это В первую Часть Конечно Позаботиться О его Сыне О его Сестре И Во-вторых Это Конечно Как-то Что-то Сделать С его Наследием То есть Как-то Сохранить Наследие И Возможно Сделать Что-то Аль Еще Какой-то Фильм Что-то Такое Хотелось Очень И Надо Сказать Что Вот В этом Смысле Мы Столкнулись С одной С одной Вещей Которая С одной Стороны Гейдар Архан Очень Похожих И Внешне Похожи Они Были Как Носителями Одного Дискурса То есть Архан Своего Дискурса Отца Прекрасно Его Тоже Доносил Но Тем Не Менее Они Были Чрезвычайно Разными Людьми На Сам Потому Что Гейдар В общем Не Позволял Выбрасывать Ни Одну Маленькую Бумажечку Которая Была В Доме И Поэтому Сейчас У нас Огромный Архив С которым Будут Работать Я Думаю Еще Многие Годы И Надеюсь Еще Через Даже Через Сто Лет Кто Будет Работать С Этим Архивом Это Безумно Интересный Материал Архан Был Совершенно Другим Человеком То есть Он Был Помимо Того Что Он Был Таким Немного Безбашенным Абсолютно Безбытным Абсолютно Бесстрашным Но При Этим Это Еще Был Человек Который Как-то Старался Никаких Следов После Себя Не Оставлять Поэтому Вот Никакого Такой Огромной Пачки Бумаг У нас После Него Не Осталось К сожалению Ну Что То Есть Конечно И Мы Будем С этим Работать А Так Что Еще Сказать Да Нам Конечно Наверное Мы Всегда Будем Будем Жить Дальше С этой Болью Но Это Собственно Говоря Наше Удел В той Или Иной Мере Его Влияние Коснулось Любого Мыслищего Мусульманина Любого Того Кто Интересуется Политикой И И Исламским Интеллектуализмом Вот Кем Был Архан Если Рассматривать Его Фигуру Не Только Как Личность А Как Некую Символику Это Был Тот Самый Человек Тот Самый Представитель Исламской Молодежи Который Вестником Был Гейдар Это Был Тот Самый Человек С Наполеоновскими Абициями Но Который Эти Эти Амбиции Имел Планом Не В свою Честь Воспользоваться А Принести Их На Благо Умя И Поколение Смерть Гейдара Было Символом Ухода Одного Поколения Смерть Архана Это Это Некий Акт Который Позвещает Уход Другого Поколения Это Поколение Исламских Радикалов Которых Очень Любил Архан И Которых Он сам Представлял Несмотря На то Что Он Был Журналист Но Духовно Он Ощущал Себя Именно С теми Кому Он Всегда Был Представителем Именно Этих Людей И Он Умер Так же Как И Они Умерли Так же Как Умирают Лучшие Представители Нашей Умны Пусть Аллах Проявит Свою Милость К нему И Примет Его В числе Шахидов Мы В политике Имели Противоположные Взгляды И Хотя Вместе Работали Евразийской Партии Урифаки Евразийском Движении Но Отец И сын Были Такими Что Никогда Не надо Было Бояться Обернуться Назад Абсолютная Надежность Абсолютная Честность И Это Все Исконнее Вот Я всю Жизнь Занимаюсь Исламом И Всегда Подчеркиваю Наш Русский Евразийский Ислам Самый Важный Для Всей Ума Потому Что Только В нашем Исламе Люди Высокой Науки Люди Инженерии Генералы Вся полнота Жизни Человека Без попытки Принизить Красоту Ислама Без попытки Опустить небо Ислама До Только До Выполнения Обрядов Только До Молитв Обязательных Ритуалов Мусульманин Человек Мира Мусульманин Человек Цивилизации Человечества И Отец И сын Сегодня было сказано Ярко горели Но Наверное Они ярко Жили И вот Эта Красота Чтобы Вашей любовью Вашим умом Вашей памятью Была передана Его сыну Забота была передана Женщинам Оставшимся Потому что Любовь И наследие Семьи Сейчас У этих женщин И у этого Мальчика Наша Добрая память И наша Любовь Наша Живая память Наше Бесконечное Признание То что мы Вместе Работали То что мы Вместе Служили Россию То что мы Вместе Хотели Гейдар Архан Нажимали Часто Упрекали В резкости Но эта резкость Была Просто потому что Времени мало И эта резкость На самом деле Была честная Вот пусть В нашей жизни Такая же будет Резкость В честной позиции И Тотальная любовь Тотальное доверие К тем Кто нам родной И к тем Кто нам идет С нами идет По политической Работе По религиозной Жизни По богатству Духовному Доброй им памяти Мне довелось С Арханом Познакомиться На Рамадан Я подошел Познакомились Я поблагодарил Его Сказал ему Теплые слова Про его отца Гейдар Джамала Вот Ну Альхамдулла Он так же Как мы Был мусульманином Это большая Милость Всевышнего Быть мусульманином Есть предопределение Которое Он ушел И я так же Как все остальные Люди Делаю два Чтобы Иншалла Он стал Обязательным Раем Те кто пришли Почтите его память Так же Как я Призоединяемся И говорим Того Чтобы Допросить Всевышнего Ему грехи И Облегчев Мо Вахра И Иншалла Чтобы Все Было Хорошо И Как Было Сказано Чтобы Мы Не Забыли Его Сына И Его Семьи Спасибо Вам Всем Амин Амин Семьи И Кذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون فالتقوا منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فأولئك هم المفلحون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وصلاة على المرسلين ورحمة الله رب العالمين чтобы чтение Корана не было пустым как бы мы прослушали как песню и ничего не поняли я хочу кратко объяснить его смысл как раз она применительна к нашему сегодняшнему дню Аллах Па'ала говорит я аюга ладина аману итаку Аллаха хабкату калдихи валятам идунна илевантам мусульман вот те которые называют себя мусульманами, те которые веруют в Аллаха и в последний день бойтесь Аллаха должным образом и не вздумайте покидать эту землю иначе как будучи мусульманами ну каждый из нас говорит что они мусульмане мусульмане наверное скорее всего это общепринятое такое слово которое объединяет всех мусульман но истинные мусульмане наверное скорее всего Аллах субхану ата'аля закладывал в этот смысл тот которые действительно стали мусульманами то есть предали себя Аллаху подчинились ему в его указаниях подчинились ему в его запретах и стараются жить теми нормами и теми моралями которые изложены в основах нашей религии это в Коране и в Суннии то есть не убирайте иначе как будучи мусульманами потом Аллах субхану дальше нам говорит как раз о чем мы здесь говорили ва'тазиму бихаблилляхи дамиам валя тафарраку держитесь за эти идеи держитесь за ваше единство держитесь за ваше общее мировоззрение и религию и никогда не разделяйтесь на различные группы иначе вы ослабеете в других местах Как она говорит. Вот таким образом. Вы были на краю пропасти огня. Вы могли упасть в свои могилы, будучи неверными, будучи немусульманами, но Аллах наделил вас верой и иманами таким образом. Вы были на краю пропасти огня. Он спас вас оттуда. Он вас спас, сделав ваши сердца близкими к Аллаху, ваши помыслы близкими к Аллаху, сделав вас мусульманами. Поэтому Аллах наделил нас этой великой религией, наделил нас единством, наделил нас братством. Потому что и пророк Мухаммад часто повторял своим спотвижникам, «Аль-Муслиму Ахуль-Муслим», один мусульманин брат другого мусульманина, независимо от его национальности, от его, скажем, направления того или иного, которое, к сожалению, имеется в исламе, сделал нас братьями. И вот это братство мы должны хранить. И, суванного тааля, давайте сделаем общий два, чтобы Аллах тааля простил нам наши грехи, наши заблуждения, наши ошибки, сделал наших братьев, которые покинули этот мир, людьми, которыми доволен Аллах, который примет их в свои сады рая. И пусть наши последователи, наши дети, наши внуки не забудут эту религию, а на нас лежит ответственность научить их этому, чему научились сами, и продолжить те дела, которыми жили наш брат Игайдан Джамаль, которого я очень давно тоже знал, и наш брат Архан Джамаль. И пусть Аллах Субтитры сделает их дела. В назитание нам, чтобы мы помнили о них, чтобы мы шли по пути этих людей, которыми они жили, и чтобы встретились с Аллахом мы без страха и печали в судный день. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok